Господин Сикорский, вот вы говорите о предложениях Жириновского, которые поступали, и как много символизма вот сейчас в каждом дне, сегодня уже Вячеслав Володин подтвердил смерть Жириновского, да, это новое сегодняшнего дня, и те фигуры, которые действительно были преисполнены символизмом самого для нас страшного, уходят. И мы надеемся, что и война будет уходить. Да, да. Жириновский может не живет, но фасстские, imperialистские идеи Жириновского разпелзли на целую Россию. Заравно эсэй з прошлорочный Путина, как и его орынде до народу ту же перед инвазью, как и этот артикул предвсещен выпущенный через РИА Новости, когда выдавалося, что Россия не сдобедут Киев, как и сейчас, эта экстермина пропаганда во время Украины. То все это же идеология, этот шалонный национализм, в том, который Россия отдает через Пана Бога право для отбивания и доминирования своих сомида. Жириновский, да, уже не живет, но живут и расположились очень серьезно своими щупальцами его идеи, идеи фашизма, идеи нацизма. И мы можем это анализировать и слышать, исходя из ежегодного обращения Путина к народу, исходя из тех националистических идей и движений, которые взращиваются и культивируются. И видим, что Россия ведет себя, как будто ей дано право Богом зачищать и преобладать над другими народами. И это все культивируется, и в средствах массовой информации, подтверждение тому и эссе Путина, которое он написал в прошлом году, интервью издательству РИА Новости, это все живет, к сожалению. А это значит, что впереди у нас у всех много работы, конечно. Господин Сикорский, мы вам бесконечно благодарны за то, что вы нашли сегодня время и поговорили с нами о очень важных, глубинных вещах, определяющих те события, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Еще раз благодарим вас и государство Польшу, да, безусловно, за просто, абсолютно вклад невероятный, который очень сложно переоценить. Спасибо вам большое. Спасибо. Глава Украине. Героям слава. Бохатерам хуала. Дякуем огромное за спарти, за все, что делаете, пане депутате. Огромное дзеньки. Бог заплач. Тримайте себя. До видения. Субтитры создавал DimaTorzok